Всех приветствую! Сегодня хочу рассказать вам о фонаре, который я приобрел несколько месяцев назад, но уже успел хорошенько его протестировать в разных погодных условиях, поделиться с вами опытом использования и вообще рассказать вам, какие плюсы и минусы этого фонарика. В общем, надоело мне пользоваться разными китайскими фонариками, налобниками, а также наподобие тактических фонарей. Езжу на рыбалку часто и всегда мне не хватает света, а вот эти налобные китайские фонари очень часто меня подводят. В итоге я решил один раз потратиться и купить действительно стоящую вещь. И решил остановиться на компании Армитек, почитав отзывы, посмотрев много видео в интернете. Решил купить себе налобник. Это не только налобник, его можно использовать в общем как угодно. Фонарь на каждый день, он довольно компактный, очень маленький. Вот сам фонарик, вот так вот он выглядит, очень стильно все сделано. Анодированное покрытие. Сделан он из авиационного алюминия. В общем, царапин на нем практически не остается никаких. А если где-то есть царапина, она легко вытирается. Вот так вот рукой ничего-ничего не остается. Давайте посмотрим комплектацию данного фонаря. В общем, пришел он в таком пакете Армитековском. Довольно стильный такой пакет. Вот находился в нем сам фонарь в такой коробке. Коробка у нас довольно таки стильная, информативная. Так, здесь указаны режимы, какие присутствуют в данном фонаре. Сколько режимов, их 12. Это 3 базовых режима, 3 режима светлячка, 3 турбо режима и 3 режима стробоскопов. То есть и расписано время, сколько они работают в каждом из режимов. Далее у нас на лицевой стороне коробки указано, что 2500 люмен максимальная его яркость, дальность свечения 131 метр и 200 дней работы в самом минимальном режиме 0.15 люмен. Это режим светлячка. Также указано, куда можно крепить данный фонарь. На каску указано, на ремень, на автомобиль и там куражка, шапка, не знаю, неважно в общем что. Видите, написано 3 в 1. Итак, давайте посмотрим, что у нас в комплектации было с данным фонарем. Естественно, сам фонарь был, а также вот такое вот налобное крепление. Очень простое, регулируется как вам угодно. Вот такая вот резинка, дополнительная фиксация фонаря. И чтоб он у вас не выпал там при беге, либо там вы по веткам где-то идете, да, сквозь кусты там пробираетесь. Можно зафиксировать за вот это вот ушко его. И все, и у вас фонарь никогда в жизни не выпадет. То есть, все очень просто. Далее у нас идет магнитная зарядка. Вот так вот, чуть позже покажу, как она работает. Далее у нас идет велосипедное крепление, тоже с резиновым колечком. Фиксация дополнительная, тоже крепление очень качественное. Далее у нас идет вот такая клипса. Фонарь можно цеплять на одежду, на ремень, в общем, куда угодно. А также два резиновых уплотнительных кольца для замены под вот этой крышкой. Чуть позже я покажу. Находятся два кольца и силиконовая смазка. Вот, чтобы сохранять наш фонарь герметичным, пожалуйста, производитель вложит две резинки. Вот такая вот резинка у нас идет. Это для велосипедного крепления, тоже, чтобы наш фонарь не царапался внутри при езде там по кочкам или еще где-то. Плюс такая вот наклейка идет, чтобы все держалось очень хорошо. Инструкция на разных языках. Русский язык здесь тоже присутствует. Ну и куда же без нее гарантия. Гарантию производитель дает на свою продукцию 10 лет. С ума сойти просто. Как бы серьезная заявка такая. Ну посмотрим, что будет через 10 лет еще и надо прожить. Данный фонарь продавался сразу с аккумулятором. Это очень удобно. Фонарь можно использовать прямо из коробки. Купил, вышел на улицу, вставил аккумулятор и, пожалуйста, пользуйся. Вот у нас находятся два уплотнительных кольца. На резьбе у нас находится смазка, которую тоже периодически надо менять для того, чтобы сохранять наш фонарь к герметичности. Аккумулятор здесь большой емкости идет. Армитековский аккумулятор. 18 650, 3500 миллиампер в час. Действительно, в этом фонаре присутствует 3500, даже чуть больше емкость. Поэтому это очень хорошо. Закручиваем наш фонарь. Вот у нас идет сразу светлячок. Это самый первый режим. Потом второй светлячок идет. Третий светлячок. То есть, третьим режимом светлячка мы уже можем себе где-то подсветить. Там в палатке или еще где-то. То есть, уже видно, по крайней мере. Либо вы там на рыбалке и можете уже наживку надеть. То есть, уже будет видно. Естественно, три базовые режима. Это часто используемые режимы в этом фонаре. Как правило, абсолютно для всего. Ну, а уже три турбо режима. Это уже чересчур ярко. Плюс, на такой яркости голова фонаря греется. И он сбрасывает яркость до 650 люмен там спустя какое-то время. То есть, данные три режима нужны только для того, чтобы там что-то подсветить. Для себя я решил взять модель именно с белым светом. Для меня он более привычный. Говорят, что с теплым светом якобы лучше. Но я не пробовал никогда. Я знаю, что белый всегда всю жизнь белым пользуюсь. И меня все устраивает. Поэтому остановился именно на таком. Если вы планируете для часто использовать данный фонарь под водой, производитель рекомендует регулярно менять вот эту силиконовую смазку. Для того, чтобы вода внутрь фонаря не попадала. Смазку для данного фонаря, кстати, тоже можно купить на сайте Армитека. Вот так вот работает наша магнитная зарядка. Очень просто она прикрепляется за счет двух магнитов. Вот сейчас у нас показано, что зарядка не идет. Необходимо немного приоткрутить заднюю крышку фонаря. Идет оценка. И пожалуйста, мы видим, что наш фонарь заряжен. Потому что перед обзором я его заряжал. Для меня минусом не является то, что резьбу надо открутить. Ее надо открутить немного. Вот, вообще мизер, чуть-чуть. Вот, пожалуйста, сейчас она закручена. Зарядка не идет. Чуть-чуть открутили. Пожалуйста, зарядка пошла. Для меня это не является минусом. Минус гораздо больше в том, когда необходимо доставать аккумулятор отдельно и ставить его в какое-то отдельное зарядное устройство. Вот то для меня минус. А вот это, ну никак я минусом не могу назвать. Управление данным фонарем происходит с помощью одной кнопки. Кнопка очень удобная, выпирающая немного. Можно и в рукавицах нажать без проблем. То есть, все очень удобно. Индикация цветная показывает уровень заряда аккумулятора. Ни для кого не секрет, что именно быстрая зарядка убивает аккумулятор гораздо быстрее, чем медленная. Будь то это аккумулятор в телефоне, либо там машинный аккумулятор, или 18650 аккумулятор. Разницы никакой нет. Поэтому рекомендую использовать блоки, в которых сила тока меньше. Чем дольше ваш фонарь будет заряжаться, тем больше будет время его работы. При должном уходе за данным фонарем, я говорю именно о замене колец на вот этих силиконовых, которые идут под задней крышкой. Плюс о замене смазки своевременной. Ваш фонарь будет служить вам долгие годы, без каких-либо нареканий. Ну и сейчас мы данный фонарь испытаем. Давайте протестируем наш фонарь. Так, первый режим светлячка 0.15 люмин. Данный свет нужен для того, чтобы обозначить себя где-то. Вы им особо ничего не подсветите. Так, далее у нас идет второй режим 1.5 люмин. Это тоже режим светлячка. В такую погоду, вот когда снег, да, можно что-то подсветить. Потому что все отражается, более-менее видно. Третий режим светлячка уже идет 6 люмин. Уже довольно-таки неплохо видно. Можно идти по какой-то тропинке. Переходим к базовым режимам. Первый базовый режим двойной щелчок. Это у нас максимальный базовый. Вот минимальный базовый 45 люмин. Ну, уже солидно видно. Не сказать, что там совсем свет такой заливной, но более-менее видно. Второй базовый режим у нас идет 160 люмин. Очень комфортно работать с таким светом. Не важно, что вы делаете. Как правило, этого света уже хватает для всего. Третий базовый режим 370 люмин. Этого света хватает абсолютно для всех нужд. И в быту, и на рыбалке, и где бы вы ни были. Очень хорошо он светит. Сейчас перейдем к турборежимам. Первый турборежим 870 люмин. Тройной щелчок. Вот тут уже видно. Так, нет, это был максимальный. Вот первый турборежим 870 люмин. Видно очень хорошо. Просто погода не позволяет на данный момент показать всю красоту действий. Ну, как есть. Итак, переходим ко второму турборежиму 1750 люмин. Как правило, таким светом я пользуюсь только для того, когда необходимо что-то подсветить ненадолго. При таком свете голова фонаря очень сильно нагревается. Что уже говорить о 2500 люминах. И последний турборежим 2500 люмин. Максимальный турборежим третий. Конечно, лупит он конкретно. То есть я встаю, да, и освещаю все вокруг себя. Просто сейчас снег, видите, и такой полной темноты нету. Поэтому немного не то, что хотелось бы видеть. Вот так вот он светит. И далее у нас идут три режима стробоскопов. Надо сделать четыре щелчка. Раз, два, три, четыре. Вот у нас, пожалуйста, стробоскоп в 2500 люмин. Далее у нас идет стробоскоп уже меньше люмин. Я не помню точно, сколько он идет, но он гораздо тусклее. Ну и последний режим стробом мерцающий. Вот так вот он выглядит. Если вы включите турборежим, самый максимальный, здесь стоит защита от перегрева. Когда он нагреется очень сильно, он сбросит яркость до определенного момента. Потом он остынет, и опять включится турборежим автоматом. То есть все продумано. В завершении своего обзора хочу сказать следующее, что я остался доволен работой фонарика Wizard C2 Pro в холодном цвете. В дальнейшем планирую купить еще себе какой-нибудь тактический фонарь тоже этой компании. Также хочу отметить то, что сотрудники компании Armitec.by действительно работают очень быстро. Я оставил заказ на сайте. Буквально через полчаса мне перезвонила менеджер. Мы уточнили все детали заказа. Мне осталось только подождать три дня, и данный фонарь я получил в руки бесплатной доставки. В общем, ребята, кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх. Увидимся. Продолжение следует...